МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа, в которой мы опровергаем пословицу «Утро вечера мудренее». Считаю важным первую часть нашего сегодняшнего выпуска посвятить Дню Республики Саха-Якутия, 95-летию, а также 25-летию Конституции Республики. Телефон нашего прямого эфира 4238-97. А эпиграфом к этой части нашей программы могло бы быть такое высказывание одного американского сенатора. Конституция – это перечень того, что правительство не может делать. 42-38-97. В гостях у нас сегодня Александр Николаевич Ким Кимен, председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия. Александр Николаевич, ну вот эти 20 минут мы проведем с вами вместе, друг напротив друга. А вы согласны с этим высказыванием, что Конституция – это вот перечень тех законов, перечень того, что не может делать правительство, государство? Ну, каждый может говорить свои мысли. И можно с этим мысли соглашаться, можно и не соглашаться. Мне нравится больше другой подход. Прежде чем спросить у государства, что оно сделало для тебя, нужно спросить самого себя, а что я сделал для государства. И с этой точки зрения, конечно же, реализация конституционных положений – это не то, что мы ждем от кого-то, это и наше соучастие, каждого из нас, поскольку мы являемся гражданами Российской Федерации, и для нас Конституция Российской Федерации – это незыблемое. Второе, поскольку мы живем в Республике Саха-Якутия, у нас основной закон – это Конституция Республики Саха-Якутия. Вот вы отметили, что в этом году мы отмечаем 95-летие Якутской Республики, который был образован 27 апреля 1922 года благодаря поддержке Советской России в соответствии с декретом Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Ну и, конечно же, мы очень, наверное, благодарны и гордимся именами первых людей, основателей Якутской государства, как Максим Амосов, Платон Айунский, Степан Оржаков и Сидар Барахов. А если в двух словах такой маленький исторический очерк сделать, в каких условиях происходило образование Якутской Автономной Социалистической Республики? Вообще вот наряду с теми двумя датами, которые вы сегодня обозначили, я бы хотел еще отмечить, что в этом году мы отмечаем 385-летие вхождения Якутии в состав российского государства. Но эти годы, которые мы прошли совместно, почти 4 века, это года дружбы, сплоченности и совместного переживания тех или иных событий, в том числе участия и в Первой мировой, и Второй мировой, и Великой Отечественной войне. И, конечно, в свое время Якутия считалась тюрьмой и без решеток. Сюда ссылали политических цельных и так далее. То, что касается образования республики, вот я перечислил тех людей, они, конечно же, стояли у истоков. Раньше мы были в составе Иркутской области. Да, был такой. Да. И сформирование Якутской Автономной Советской Социалистической Республики это акт того, что якутяне, они взяли на себя всю полноту ответственности, и не только власти, и полноту ответственности. Мы можем даже перечислить, что мы на самом деле сегодня будем говорить о Пятой Конституции. Первая Конституция у нас была принята в далеком 25-м году, потом в 26-м, потом в 37-м, потом в 78-м. И в основном принятие этих Конституций, оно было связано с принятием Конституции Союза СССР, РСФСР. И у нас был тогда некий матрышечный принцип. Конституция СССР – большая кукла, внутри нее Конституция РСФСР, и внутри нее Конституция ЯССР, поскольку они были близки и схожи в основных постулатах. А Конституция Республики Сахая-Якутия, о которой мы ведем речь, она была принята 24 апреля 1992 года и введена в действие 27 апреля. Вот почему мы 27 апреля отмечаем День Республики. И это связано с образованием Якутской Республики и принятием и введением в действие данной Конституции. Какие факторы влияли на ее принятие, на ее содержание той Конституции 1992 года? Здесь, конечно же, я хотел отметить, ну, если мы ведем, так сказать, нить советского периода, тогда мы, конечно же, благодарны этому периоду. Это был бурный рост развития сферы образования, культуры, науки, социальной сферы. И второе, конечно же, в тот период принятия новой Конституции был связан с тем, что мы перешли абсолютно на новые рельсы. Мы жили при плановой экономике, потом уже переходили на рыночные рельсы. И здесь я основным фактором хотел бы отметить документ от 27 сентября 1990 года. Это декларации о государственном суверенитете Республики. Есть некие трактовки, якобы этот документ, который может быть даже сепаратистским душком. На самом деле нет. На самом деле мы поддержали декларацию о государственном суверенитете РСФР, которая была принята 12 июня 1990 года. А союз тогда еще не распался и существовался, собственно говоря. Да, конечно. И Якутия выступала за то, чтобы Россия развивалась как федеративное государство. И здесь я вот, говоря о декларации, хотел бы отметить, что декларация заложила основы для того, чтобы мы начали реализовать именно принцип федерализма. И с этой точки зрения началась разработка текста Конституции Республики и подготовка к заключению федеративного договора. И федеративный договор был заключен 31 марта 1992 года. И мы были единственным субъектом Российской Федерации, который в этот же день подписал соглашение по экономическим вопросам, что стало основой, экономической основой развития нашей республики. Да, понятно. Если говорить о целеполаганиях, собственно говоря, да, каковыми они были? Ну, безусловно, принятие Конституции – это определение уровней власти, именно ветвей власти, да. Во-первых, мы в этой Конституции обозначили, что у нас будет парламент. Сегодня мы видим, насколько парламентаризм развит, да. Сегодня работает уже пятый созыв в Государственном Собрании Илтумен, что у нас будет всенародно избранный президент, а ныне это глава республики Саха-Якутия. И судебную власть будет представлять Конституционный суд, как орган конституционного контроля, как высшие судебные инстанции. С этой точки зрения я хотел бы отметить, что мы на сегодняшний день удовлетворены тем, что у нас есть триумфират власти. Во-вторых, я хотел бы отметить, что у нас в республике есть реализация принципа именно диалог между властью и обществом. Ну, для примера, то, что в нашей республике первым, наверное, среди субъектов, может быть, даже в единственном числе есть отчет правительства. Это вот связь непосредственно с народом, когда наши члены правительства и народные депутаты выезжают вплоть до крайних поселений и отчитываются. Открытость. Да. И второе, конечно же, они вперед этих отчетов получают и дозу критики, дозу предложений, и это нормально. Я даже помню, что в свое время Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом Российской Федерации, говорил о необходимости отчетов правительства Российской Федерации в субъектах. К сожалению, эта идея пока не реализована. Ну, это маловозможно, наверное, да, в масштабах страны. Почему? Я думаю, что правительство могло бы хотя бы на уровне столиц субъектов Российской Федерации вести разговор. Оно достаточно большое, и с точки зрения необходимости получения обратной связи, тем более мы же в федеративном государстве, статья первая Конституция России, гласит о том, что мы правовое, демократическое, федеративное государство. И с этой точки зрения я считаю, что федерация – это дорога с двусторонним движением. Оно не может быть каким-то императивом со стороны федеральных органов власти или брать под козырек со стороны региональных органов власти. Вообще, Александр Николаевич, а мне нравится эта мысль. Представляете, регион ожидает отчета правительства Российской Федерации, например, да, ну, условный Челябинск. Это ж как Олимпиада в Сочи, сразу инвестиции, что туда, наверное, будут направляться, что правительство приезжает к нам. Не обязательно. Но я ерничаю, конечно, немножко, но в каждой шутке есть доля шутки. Не обязательно. С одной стороны, правительство получило бы объективную информацию. Это не письменные отчеты, да, а именно связь с населением. Ведь власть дается народам. Мы же избираем все уровни власти, правильно? И поэтому, конечно же, народ имеет право посмотреть и высказать свои мысли насчет того, как действует власть. В другом случае, если власть не слышит народ, могут быть объективно другие обстоятельства, которые нежелательны. Нет, ну, это понятно. Это понятно. Какими основными чертами можно охарактеризовать... Хорошо, про прошлое поговорили. Государственное конституционное развитие Якутии на современном этапе. Ну, наше развитие мы в составе Российской Федерации. Мы имеем своих представителей в Государственной Думе, в Совете Федерации. Это вот та ниточка, в соответствии с которой мы должны высказывать свои идеи и мысли, в том числе в форме законодательной инициативы. Во-вторых, я хотел бы отметить, что в последнее время возрастает роль Арктики и даже притязание к ней тех государств, которые даже не имеют какого-либо приграничного отношения к этой территории. Но я хочу отметить, что при всем при том, что Республика Сахай-Якутия имеет самую большую территорию среди субъектов Российской Федерации, это 3,2 миллиона квадратных километров. И наше население при всей малочисленности до миллиона человек, в том числе посредством наших представителей коренных малочисленных народов Севера, несет важную охранительную функцию российского государства. Вы представляете, наши люди рыбачат, охотятся, занимаются оленеводством. Они действительно подтверждают, что мы там живем, мы россияне. Это очень важный момент. И выступая на научно-практической конференции, посвященной проблемам Арктики в Институте сравнительного законодательства, я говорил, что нам необходимо обратить серьезное внимание не только на военно-стратегические приоритеты в Арктике, но и на популяционную составляющую. Популяционная составляющая, мы должны, сохраняя традиционный уклад жизни этих коренных малочисленных народов Севера, создавать условия, чтобы они не бросили рыбачить, не бросили охотиться. Не бросили территорию. Да, а сегодня, получается, посредством некоторых федеральных законов, мы все время требуем от них, пожалуйста, предъявите квоты, лицензии и так далее. А же это традиционный уклад жизни, мы должны это понимать. И вот они никогда не будут хищнически этим пользоваться. Они всегда разумно пользуются, потому что они выросли в этой среде. С другой стороны, если мы отберем у них вот эти традиционные отрасли производства, то, получается, они будут мигрировать, мигрировать в центральные районы и так далее. Тогда кто же у нас останется на Северах? Вот почему я говорю о том, что северяне, они вправе надеяться на то, чтобы были определенные преференции, в том числе по уровню заработной платы, по пенсионному обеспечению. Александр Николаевич, у нас звонок зрителя, давайте примем его. Будьте добры, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. И ваш вопрос к гостю. Алло. Здравствуйте. 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 Ваш вопрос, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Ваш вопрос. Я звоню. Да. Кирилл, Иннокентий, Сипаль, 84 года. Спрашивайте, пожалуйста, Александр Николаевич. Александр Николаевич. Есть, Табин. Да, да, да. Александр Николаевич, я спрашиваю вот о чем. Вот мы богаты земными богатствами. Вот эти богатства, начиная с Истрова, все продали частникам. И наканчая сейчас с Борисовым. Сейчас вот там тортат, говорят, триллионами, несколько триллионов сумм имеет богатства. Это тоже продают, что ли? Это правильно или неправильно? Как вы думаете? Спасибо вам за вопрос. Спасибо вам за вопрос. Да, я, конечно же, отвечу на вопрос. Да, я, конечно же, отвечу на вопрос. Да, земных. Иннокентий Степанович, на самом деле, недровые богатства – это достояние нашей Родины. Другой вопрос, когда мне говорят о том, что Якутия является дотационным регионом, я с этим не совсем согласен. Речь идет о том, как мы делим пирог. И, получается, лакомые куски, наиболее жирные, они сосредотачиваются в федеральном бюджете и оттуда в виде дотации… Дотации поступают в субъектовые бюджеты. Это неправильно. На самом деле, в свое время у нас был принцип двух ключей. Когда 50-50, 50 на 50 мы делили. Вот когда я говорил о том соглашении 92-го года, когда мы имели свои позиции по процентному соотношению от добычи алмазов, золота и так далее. То есть более справедливый подход. Ведь Конституция Российской Федерации гласит, что это достояние народа. И те народы, которые проживают на этой территории, конечно же, хотят жить достойно. И здесь, конечно, встает вопрос о реализации принципа федерализма и о том, чтобы бюджетное и налоговое законодательство было более справедливым. Я далек от мысли, что кто-то что-то распродает. При государственной системе, конечно же, есть определенные моменты лоббирования. Мы знаем, что в Государственной Думе могут приниматься законы, которые будут на руку тем, которые занимаются природопользованием. Вот почему мы в свое время ставили вопрос о необходимости принятия закона о социальной ответственности бизнеса. То есть те компании, которые работают на местах, они должны вносить свою лепту, в том числе в развитие социальной сферы. Ведь люди ждут, люди хотят видеть, насколько это все реализуется. С другой стороны, конкретный и хороший пример – это компания «Алроса». Правильно? Понятно. Вот по той доходной части, которую мы получаем от «Алроса», это достаточно серьезные средства. Это серьезные деньги, бюджетно образующие, собственно говоря, финансы. Вообще, я думаю, что я не ошибусь, если все идет к возвращению принципов двух ключей. Может быть, в той или иной пропорциональной мере, но все к тому идет. Давайте вот о чем. Уже начались торжественные мероприятия к 27 апреля приуроченные, и вы сегодня были в Намском районе. Вот у нас есть видео приготовленное, да, вот что там происходило. Ну, понятно, возложение цветов было? Было, да? Да, конечно. Хорошо, пока вот нас будет сопровождать это видео, давайте вот о чем. У нас осталось очень немного времени. Давайте о перспективах государственно-конституционного развития Якутии поговорим. Как раз нам хватит времени до конца. Да, перспективы, они исходят из настоящего, из прошлого, из настоящего. Вот я вижу здесь первого президента республики, Саха Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Я хотел бы сказать о роли наших лидеров, в том числе Вячеслава Анатольевича II, Егора Анатольевича Борисова, поскольку они как высшие должностные лица, как гаранты конституции делали все возможное, чтобы реализовывались наши основные конституционные положения. В дальнейшем я думаю и призываю якутян, чтобы мы вместе, сообща, объединившись, могли решать те проблемы, чтобы достойно встретить уже столетие якутской государственности. Есть решение президента Российской Федерации Владимира Путина, есть решение российского правительства, есть решение главы республики о плане мероприятий по достойной встрече этой знаменательной даты. А столетие Якутской Республики, это должно зависеть от вклада каждого из нас, как мы говорили в начале нашей беседы. А с точки зрения конституционных положений, есть мнение, и бытует оно, и живет, то, что выхолачивается от основных положений, которые были приняты в том 92-м году. Я хотел бы дать некоторые пояснения. Это связано с тем, что наша конституция, она была принята более чем на полтора года раньше Конституции Российской Федерации. И, безусловно, понятно, что мы как субъект Российской Федерации должны приводить конституцию в соответствии с федеральной конституцией. Далее, у нас раньше был Верховный Совет, в последующем у нас стало Государство Собрание Илтумен, раньше у нас были местные органы государственной власти, потом мы перешли на местное самоуправление. Все это требовало, конечно же, необходимых изменений в основном законе. Скажите, пожалуйста, вот так вот, бантик такой напоследок, а может ли влиять как-то вообще геополитическая мировая обстановка на государственный конституционный уклад, собственно говоря, республики Саха-Якутия, которая является частью Российской Федерации? Ну, я бы хотел отметить, что я хочу видеть Россию неделимой, единой. И федеративной, да. Конечно же, все те вопросы, которые сегодня в геополитическом поле, они связаны в том числе с вопросами развития событий в Сирии. Сегодня мы очень обеспокоены событиями на корейском полу. Но вы оптимисты, у нас остается 10 секунд. Но с этой точки зрения я считаю, что мы, как патриоты Российской Федерации, сделаем все возможное, чтобы республика Саха-Якутия вносила свой достойный вклад в развитие нашей Родины, Российской Федерации. Арсан Николаевич, спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, мы вернемся через пару минут с новой темой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова переселения и уточнены критические отметки подтопления в населенных пунктах. Вот о правильности терминологии, о том, чего бояться, чего не бояться, стоит ли бояться вообще, но вообще, как себя вести вот в период весеннего паводка, весеннего половодия, мы сейчас и поговорим с нашими гостями. Еще раз, 42-38-97, звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир. Давайте вот начнем с чего. Николай Александрович, на прошлой неделе проводились учения МЧС. Собственно говоря, какова была легенда этих учений, какова была цель этих учений и как они прошли? Ну, добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле, вот, к предстоящему сезону весеннего половодия в республике начинает готовиться еще за годи, с прошлой осени. Легендой этих учений было, во-первых, это весеннее половодие, и вторая часть была посвящена лесопожарному сезону. Так как у нас переход из половодия на лесопожарный, очень быстрый, и там уже придется действовать по уходу событий. Как прошли учения? Ну, учения прошли хорошо. В этом году достаточно много тренировали спасатели и по спускам с вертолета. Это одна из, ну, основных, скажем, таких, ну, этапов подготовки спасателей. Ну, комплексные учения были комплексные. Смотрели и средства связи, и у нас вся республика, система вообще РСЧС, она готовится к каждой своей области. Это начиная не только спасателей, а и сельское хозяйство, и министерство образования, пенсионный фонд. Ну, вся республика, администрации районов, наследов, все охвачены подготовкой. Аркадий Филиппович, это служба спасения. Что МЧС? Ну, главным управлением ЧС России по республике Саха-Якутия работает в тесном сотрудничестве с местными органами власти, во-первых, под руководством первого заместителя, председателя правительства и председателя комиссии по чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности Алексея Засимовича, совместно с Государственным комитетом по жизнеобеспечению. Мы вот под руководством Алексея Засимовича, первого заместителя председателя правительства, проведено около 20 разных встреч с начальниками и председателями КЧС районов, городов, республики, а также заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ну и вот в последнюю очередь у нас остался один только район, вот, ну, вернее, Колымская группа районов. Зырянка. Зырянка. Зырянка, Средний Колымск, Нижний Колымск, где мы должны крайние учения провести по безопасному пропуску паводковых вод. Пока не проводились. Ну, пока не проводились, из-за ситуации, то, что мы сегодня должны были вылететь, ну, не получилось, но попытаемся завтра. Сейчас мы продолжим. Давайте примем звонок от наших зрителей. Вы в эфире, будьте добры, представьтесь, и ваш вопрос нашим гостям. Здравствуйте. Алексей Руслан Анатольевич. Да, Руслан. Вас беспокоит. Дело в том, что я живу в районе Грязь, да? Угу. И меня интересует, топить будет в этом году или нет? Топить. Алло. Да, 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 да. Интересно было бы еще узнать, вообще, как паводок пройдет, нормально или с опросениями? Вот сейчас об этом обо всем поговорим. Спасибо вам за вопрос. Петр Михайлович, наверное, к вам вопрос, нет? Ну, к какой-то степени ко мне, наверное. К какой-то степени, да. Ну, во-первых, всех приветствую от имени Ленского бассейна и водного управления Росвод ресурсов. Поздравляю с наступающим Днем Республики. Спасибо. Так вот, в рамках наших полномочий Ленское бассейнное водное управление Федеральное агентство водных ресурсов ежегодно проводит ряд мероприятий по безопасному пропуску паводков в вод. Ну, туда входит несколько мероприятий. Это первое, анализ, мониторинг водохозяйственной установки, выявление опасных участков. Второе, это предпаводка, обследование совместного Ростехнадо с МЧС, Росприроднодзором. Третье, это установление безопасных работ Колымского, Бюлевского ГЭС и взаимодействие с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Вот. Ну, по первому мероприятию здесь можно... Мы уполномочены вести водохозяйственную обстановку на своей территории по зоне Магаданской области Республики Саха-Якутия. И, в общем, если словами говорить, то у нас водохозяйственная обстановка на данный момент, она следующая. Ну, она слаживается из нескольких факторов. Первое, толщина льда. Например, по данным наших коллег, якутского УГМС, иркутского УГМС, колымского УГМС. Вот по реке Лена, по данным якутского УГМС, у нас толщина льда на 10 апреля в пределах нормы. Это средне-многолетное значение по разным пунктам. По снегозапасам у нас тоже большинство территорий Республики Саха-Якутия средне-многолетних значений, кроме северо-востока Якутии, где Колымское бассейне выше нормы почти на 200%. Так, официально на данный момент, 24-е, на территории Республики Саха-Якутия, Магаданской области, ледостав у нас. Но, тем не менее, необходимо сказать, что река Лена, вот информация прошла, что скрылась на территории Иркутской области. И, по данным наших коллег, тоже отдела водных ресурсов по Иркутской области, Несельского БУ, на данный момент у нас река Лена, ледоход 10%, находится сейчас к гидропосту Жигалова, где у нас уровень сегодня составил 26 сантиметров всего, а при опасном 330 сантиметров. Можно на вопрос телезрителя ответить? Или кто-нибудь ответит на вопрос телезрителя? Да, будет затопление в районе ГРС. Да, я вот как раз и перехожу к наивысшему уровню, и у нас по прогнозу Якутского ГМС на территории города Якутска ожидается средний многолетний уровень. Ну, то есть среднее значение. Да, среднее значение. Не максимальное? Нет. Понятно. У нас есть еще один вопрос телезрителю. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире, и задавайте ваш вопрос гостям. Алло, здрасте. Здрасте. Я зову Нюшленская, город, да? У меня такой вопрос, вот, на Ходкину, да. Говорят, в этом году наводнение будет большое. Это гарантия есть, да, только что, ну, как сказать, здесь местные старики, так говорят. Поэтому, почему я спрашиваю, потому что у меня частный дом в городе, в Мухтую. И вот в этом году, когда с Иркутской прилетели, в Честнике, ну, сказали, вот в этом году что-то большая вода будет. Ну, поэтому хочу спросить, будет вода или нет в этом году. Ну, этот вопрос всех интересует. Спасибо вам за него. Мы, наверное, можем ответить после ледохода. Нет, я не прошу. Но, на самом деле, это, ну, половодие всегда ожидается, ну, исходя из негативных вариантов. Да. Ну, это все силы, средства готовятся на такой вариант. А, в принципе, ну, среднее значение, как сказали коллеги, поэтому от оперативной обстановки, именно во время прохождения ледохода будет зависеть конкретный уровень воды в данном месте. Угу, метеорологическое условие. Можно добавить, да? Да. Но дело в том, что вот здесь вот каждый житель, который возле водоема, проживающий возле водоема, должен знать все эти тонкости по как себя спастись во время наводнения, потому что имеется риск. Риск. Вот те жители, которые вот воздействуют, много очень причин влияет. Вот если, допустим, в ночное время, во время ледохода будет минусовая температура, это считайте, что будет обязательно затор, затор образования. На данном случае нужно решение принимать решительно и быстро. В данном случае, чтобы, ну, затопления и подтопления территорий в большом количестве не было. Вот поэтому нужно зависеть от того, Давайте в всяком случае там будут и спасатели, и взрывники там контролировать уровень воды и это зависит от того, как пойдут процессы. Давайте с прогнозами закончим. Вот таким вот. Раньше ли она вскроется или в обычные совершенно сроки? Раньше будет ли доход? Можно я? Да. Ну, официально прогнозы вскрытия нам даны якутскому управлению. Мы, ну, обращаем внимание вот на границу, да, республики Сахаи в Якутии и Иркутской области, когда непосредственно на реке лед к нам заходит. Это у нас Витим, первый населенный пункт, у нас по прогнозу было 30 апреля. Но сегодня буквально пришла корректировка этого прогноза и официальный орган нам дает прогноз вскрытия на участке непосредственно чуть ниже Витим-Пеледуй 5-8 мая. И дальше Ленск-Алекмис 10-13 мая. Ну, то есть движка более к среднему сроку. к среднему сроку. Ну, вообще сейчас громко льда находится аж за тысячу километров даже больше от Якутска, если я не ошибаюсь. Нет, здесь надо уточниться. Тысяча километров от территории республики Сахаи-Якутия. От территории республики Сахаи-Якутия. Сейчас надо отметить, что уровни вообще низкие. Совсем низкие. Все идет на спад. При низких уровнях. То есть и огромного половодия можно не ожидать? Это зависит от водного объекта. Дело в том, что можно бы и маловодие, можно и подтопление получить. Потому что вот именно образовывается затрообразование. Вот именно в этот период нужно легально решать, принять решение, чтобы не было подтопленных территорий и подтопленных населенных пунктов. Аркадий Филиппович, вот давайте посмотрим сейчас сюжет о том, как службы МЧС проводили учения на прошлой неделе. А потом продолжим наш разговор. По сообщениям специалиста, Верховая Лена вскрылись ровно в тот же день, что и в прошлом году. Соответственно, можно предположить, что кромка ледохода дойдет до республики так же, как это было прошлой весной, 8 мая. Тем временем, спасатели продолжают свою подготовку к предстоящему паводку. Зачернение и распиловка уже на многих участках завершена. Осталась финальная часть. Зачернение и распиловка у нас проводятся на шести реках республики. Это Лена, Колыма и такие реки, как Амга, Алдан, Токка и притоки этих рек. Поэтому превентивные мероприятия, я думаю, срок, они будут выполнены. Изначально сроки были 5 мая, но к 5 мая мы как раз уже ожидаем вскрытие ряда рек, поэтому сроки в этом году сдвинули на более ранние сроки. В МЧС объявили крупномасштабные трехдневные тренировки с развертыванием всех сил и средств. В палках опасных улусах идет полная отработка действий, а в Якутске отработали развертывание мобильного городка жизнеобеспечения и переброску аэромобильной группировки спасателей. С нашего отряда входит 20 спасателей. Все 20 спасателей сегодня отренировались. Готовимся к паводку. К паводку мы готовы. Уже со следующей недели в районы возможного подтопления начнут отправляться первые оперативные группы со специалистами профильных ведомств спасателей и взрывников. Группы будут дислоцироваться в Ленском, Алёпинском районе основная группа, в Алданском районе, в Ангинском районе, также будет в Татинском, Чурапсинском районе и по Колымской группе районов, где наблюдается наиболее сложная паводка в спло, мы планируем привлечь две оперативные группы по реке Колыма в Среднеколымском районе, в городе Среднеколымский, в Верхнеколымском районе, поселок Зырянка. Также седьмая оперативная группа мы планируем разместить в Верхоянском районе поселок напомню, по уточненной информации гидромета, ледоход на Лене подойдет к границам республики в первых числах мая. Спасибо коллеге Виталию Абрамову за этот сюжет, он прошел в новостях по НВК на прошлой неделе. Скажите, переброска уже началась? Вот эта неделя наступила? Ну, переброска мы из-за того, что получили корректировку на основании гидромета, поэтому мы на днях примут решение, когда будет отправлять наши силы и средства. Понятно. А, Петр Михайлович, а какие вообще действия предпринимаются сейчас для обеспечения безопасности людей? Ну, комплекс, из чего комплекс этот состоит мероприятий? Ну, вопрос как-то как-то по-другому ставим. Ну, вот что в полномочиях управления вашего, да, что делается? Ну, как я уже перечислил, это установление безопасных режимов работы Вилюйского ГЭС на нашей территории и проведение противопаводков предупредительных работ по ослаблению прочности льда на федеральных реках Лена и Колыма. Это на средства Федерального агентства водных ресурсов и мы непосредственно проводим на 8 муниципальных образованиях на реке Лена это Ленский, Лёкминский, Хангалаский, Ильдамский, Кобяйский, на реке Калма двух муниципальных образованиях, Верхнеколымский, Среднеколымский. И по этим мероприятиям можно сказать, что большинство это объемы исполнено. Это какие мероприятия? Это у нас самые уже проверенные мероприятия это распиловка льда и зачернение. И у нас распиловка запланирована всего 58 км и зачернение 475 льга на территории республики Саха-Якутии. На данный момент эти работы выполнены уже законченные на территории Ленского, Лёкминского, Хангаласского, Якутского на реке Колыма в Верхнеколымском почти сегодня закончены и в Среднеколымске идут работы. Какие-то переводятся населенные пункты может быть? Ну это наверное если так с методической точки зрения Это стратегический такой, наверное. Да, если вообще защита населения от паводков вообще здесь какие можно провести мероприятия? самый простой перенести населенный пункт или построить какое-то сооружение инженерное сооружение защитное можно привести пример это у нас после катастрофического паводка 2001 года было принято решение правительством РФ о строительстве в трех наших городах инженерных сооружений это Ленский, Лёкминский и Якутский и по переносу да? Да. Ну здесь полномочия республики Саха-Якутия здесь надо сказать что работы ведутся у нас это по реке это у нас проблемно это например было село Кыллах Лёкминского ну соответственно в 2008 году было принято правительством республики Саха-Якутия переносе этого населенного пункта работы ведутся еще Алазей например можно привести пример и а еще я забыл вот надо здесь необходимо сказать что в рамках переданных полномочий субъектам этой республики Саха-Якутия в виде субвенции из федерального бюджета проводятся такие же мероприятия по распиловке это на территории ну на территории Алёкминска это Токко Амгинского района это на реке Амга и на реке Алда такие же работы понятно Аркадий Филиппович а есть какие-то вообще проблемные вот уже вы сказали в Зырянке не проводили да собственно говоря это будет иметь какие-то последствия для вот тех районов да нет почему дело в том что в Зырянке превентивные мероприятия колумбской группы они проводятся просто они потому что немножко по времени они всегда так проводят именно тот период вот когда перед этим началом потепления и так далее поэтому А Яна Индигирка Яна Индигирка там в заторных этих таких во время по весенних весной не бывает там в основном летние осенние этот летние паводок черная ну в простонародье говорят черная вода вот нынче тоже вот это вот мы ожидаем Яна Индигирской группе потому что скорее всего вот второй поток оттаивание снегов и ледников даст проблемы проблемы понятно Николай Васильевич вот я к вам подошел но сейчас мы вынуждены на рекламу к сожалению прерваться мы начнем следующий наш блок с разговора именно с вами хорошо у нас реклама две минуты вернемся продолжим мы вновь в студии 42 38 97 телефон нашего прямого эфира мы продолжаем разговор об ожидаем об ожидающемся весеннем паводке половоде ну и собственно говоря его возможных последствиях Николай Васильевич здравствуйте ну как всегда маленький экскурс в качество в качество воды для города Якутска ну паводок она постоянно ежегодно это природное явление ежегодное она каждый год несет загрязнение речной воды мутность увеличивается светность увеличивается речной воде то есть ждем того же самого да вот поэтому и наш поскольку наш водозабор не имеет на сегодняшний день водопроводных очистных сооружений городской водопроводной воде тоже повысится и светленность и мутность воды вот поэтому ну сейчас если вкратце сказать то интенсивно строится водопроводные очистные сооружения в перспективе и водозаборные сооружения у нас водозабор сам по себе по объему работает на пределе хотя нынешний да понятно он как в прошлом году так и в этом да объем немножко даже снизился по городу Якутску но наши мощности работают на пределе это 62 65 тысяч кубических метров в сутки ежегодно ежесуточно город потребляет это наши передельные возможности вот ну в перспективе в связи с вводом в эксплуатацию нового водозаборного сооружения у нас более ну мощности добавится в этом отношении это со следующего года мы ожидаем да ну 18-й год если благополучно будет финансирование то 18-й год мы планируем у нас график составлен строительство введение работы и так далее в мае 18-го года мы должны ввести в эксплуатацию ну в первую очередь водопроводные частные сооружения ну и тут же или возможно немножко задержкой ведем в эксплуатацию водозаборные сооружения все ли зависит только от финансирования или может быть от чего-то еще я может быть даже немножко уточню можно ли вообще так сказать на какое количество процентов выполнены сейчас работы вот в объеме в общем который должен был должен будет быть выполнен к 18-му году к маю мы сейчас идем графики подрядчик разработал и с нами согласовал мы выступаем с заказчиком водоканал согласовал график работы объема работ и мы идем график объема выполнения на сегодняшний день по водозаборным сооружениям откосы ковша сформированы идет дополнительное бетонирование береговой насосной станции 50 процентов днище ковша сформировано тоже сейчас должны доделать его вот а вот водопроводным очистным сооружением сделаны фундаменты и сейчас подрядчик приступил к монтажу металлической конструкции здания очистных сооружений ни о чем не говорит это хорошо или плохо это это в графике это очень хорошо это очень хорошо да если бы было основание было бы еще тогда и вызвало бы беспокойство или сомнение возможно но сейчас идем точно в графике у нас вот сегодня ну через день наоборот вызывает ну какую-то беспокойность что мы до сегодня дня значит еще не имеем как бы точно точно решенного вопроса по финансированию но правительство к этому вопросу очень плотно занимается нам сказали что этот вопрос будет положительно решен я думаю что он будет решен на самом деле вообще так если резюмировать эту часть нашего разговора Николай Васильевич от вас как всегда две новости одна плохая другая хорошая плохая что в этом году мы будем переживать все то же самое что и в прошлом году но хорошее что работы ведутся в графике тем не менее к следующему году у нас звонок есть будьте добры представьтесь пожалуйста вы в эфире и задавайте вопрос нашим гостям здравствуйте 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 да 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 вы в эфире говорите здравствуйте сверхнеколомского луса село сверхнеколом с лесу Анатолий Николаевич я вас по всему вопросу у нас каждый год вот наше село берет наводнение и мы вынуждены как бы переезжать на другой это 9 километр пункт это другой да крыль там у нас не оборудовано пункт эвакуации у нас там электричество обрезано там нету дороги вот у нас в этом году очень большой снег и сейчас все эти как его хозпостройки хатоны и так далее занесено снегом коровы не могут туда приехать вот у нас близкое подтаяние пошло вот первый вопрос кто будет этим заниматься чтобы там у нас было и электричество и все было проведено первый вопрос второй вопрос у нас второй вопрос это предупреждение как бы паводка и нанесение отметок раньше вот советское время были отметки по зданиям и мы знали если 8 метров то 8 метров нас не берет или если 9 метров то уже нас берет и по эти здания по зданиям вот эти отметки были сейчас этих отметок нету хороший вопрос спасибо спасибо ну уважаемый Анатолий Николаевич это как я понял Верхнеколымск среднеколымск но он среднеколымск мне тоже но он 9 километр говорит это 9 километр есть Верхнеколымск но там да действительно в том доме при наводнении отключается свет и там мы в прошлом году есть РИП резервный источник питания так называемый но в прошлом году не смогли вовремя подключить поэтому такие трудности некоторое время были но как глава докладывает и все ну органы которые занимаются это местные органы власти долгов это вопрос к местным властям да местным органам властям да это в частности глава муниципального образования долгов отвечает но он сейчас говорит паводков готовы а то что касается насчет рисков риски это нанесенные на в домах но они старые риски есть и они требуют действительно уточнения надо надо что будет завтра комиссия выйдет это мы эти вопросы проконтролируем полномочный орган для этого есть УГМС у нас имеется представитель завтра будет мы как раз по этому вопросу будем работать что нужно знать людям вообще для того чтобы в этом случае нужно что во первых мы требуем местный орган власти и то же самое требует чтобы вовремя они отгоняли свой скот на возвышенные места есть приготовленные места отгона скота и в среднеколымском и в верхнеколымском влусах и заблаговременно все больные особенно с маленькими детьми женщины заблаговременно должны выселяться или к родственникам или неподтапливаемые заранее это надо делать если вдруг они не успели этого и свои материальные средства они обязаны поднять повыше ну хотя бы на уровне метра полметра полтора метра нужно над полом нужно поднять что касается вот здесь пользуясь моментом я бы еще сказал бы артикоторгу представителям артикоторга те которые магазин имеет обычно они испытывают трудности так как объем у них приличный и имеющиеся запасы муки там макаронных сделай и так далее чтобы они тоже этим делом занимались заблаговеренно подняли повыше вот это требуется ну вот такие вот собственно говоря ну это же вещи наверное ежегодно да ежегодно и требуется каждый житель должен знать при эвакуации куда он должен какой полвременного размещения должен идти а если вдруг внезапно собственно говоря это происходит одно дело когда вот жители ну каждый год сталкиваются с этим да с другой стороны раз и где-нибудь будет превышение критического уровня скажем так воды ну поэтому мы заранее заблаговеренно их оповещаем и информируем чтобы они заблаговеренно выезжали вот нынче уровень будет такой-то поэтому заблаговеренно чтобы и свои материальные средства они сберегались из магазинов особенно индивидуальных что еще важно сказать наиболее какие-то вот точки рискованные это какие все-таки в республике ну точки это наверное опасные районы это на реке Лена это начиная с Ленской это наш известный остров Батамайский где был затор очень большой в 2001 году если дальше идти по реке Лена это Олюквинский под там есть да там есть опасные места и северо-восток дальше у нас в Нанском районе остров Ляг уже время уже время не остается что все уже на самом деле нам пора прощаться спасибо что были с нами я как всегда желаю вам уверенности в завтрашнем дне хороших вам выходных до сих пор Продолжение следует...